В Самарской области введут строгий учет всех прибывающих в регион людей. Все они должны уйти на двухнедельную самоизоляцию. Такое постановление губернатора Дмитрия Азарова действует с конца марта. Все, кто приезжает в регион самолетами, поездами, на машинах, должны заполнять специальные анкеты. Их передадут в надзорные органы. Это необходимо, чтобы контролировать соблюдение режима. Контроль за автомобильным транспортом на постах ДПС уже усилен. Сотрудники ДПС нацелены на выявление в транспортном потоке автомашин с рехзнаками, которые выданы не в Самарской области. Если они едут не транзитом через наш регион, то водители и пассажиры предупреждаются о необходимости пройти самоизоляцию в течение 14 дней с момента прибытия. Мы письменно документируем все факты перемещения автомобилей с кодом региона городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург. На сегодняшний день в Самарской области выявлено 10 новых случаев заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, всего зарегистрировано 50 случаев. 14 из них выздоровели, а 36 человек сейчас проходят лечение. Роспотребнадзор рекомендовал продлить самоизоляцию до 30 апреля. Также глава ведомства рекомендовала обязать людей надевать маски при выходе на улицу. Между тем, в области увеличивают количество койко-мест и закупают новые аппараты ИВЛ. Исправность оборудования проверяют еще на складе, чтобы уже на месте не было необходимости их ремонтировать. Это поручение губернатора Дмитрия Азарова. Также он поручил увеличивать проведение тестов на коронавирус. За минувшие сутки провели 672 исследования за все время порядка 17 тысяч. Мы понимаем, какой объем делает Роспотребнадзор. Все, констант, вы видите себе за константностью. Все остальное вы обеспечиваете за счет ресурса регионального здравоохранения и частного или ведомства. Каждый день прирост с выходом на необходимое количество 1800 исследований. Самоизоляция в регионе продолжается, надзорные органы будут строже контролировать соблюдение режима. Уже составлен 271 протокол. С начала недели список предприятий, которым разрешено работать, увеличился. Однако обязательным условием является соблюдение всех санитарных норм.